Данный выпуск выходит при поддержке магазина Geek at Shop. Настольные игры и комиксы на любой вкус. 10% скидка на покупку настольных игр по промокоду. Ссылка в описании. Всем привет, меня зовут Артём и это канал Beaver Games. Цифровые настолки начали появляться уже давненько. Помню, как я радовался возможности где угодно поиграть в игры на своём ещё тогда iPhone 3G. То время прошло, но я всё так же не забросил цифру и всё ещё немного поигрывая время от времени в них. Сегодня же я решил сделать для вас подборку лучших, по моему мнению, настольных игр на наши телефоны. В последнее время цифровые настольные игры выходят всё больше и больше, особенно это касается iOS. Не знаю, конечно, с чем это конкретно связано, но на 10 место я как раз и поставил игру. Это именно платформер для iOS. Каменный век. Просто отличная евроигра начального уровня с простыми и понятными правилами. Возможно, лишь карты развития иногда могут поставить тупик. В общем, здесь нам предстоит развить своё племя, отправляя наших рабочих добывать ресурсы, за которые мы можем получать карты развития, либо же покупать различные хижины. Ну да, игра действительно очень удобна и понятна. Всё в ней наглядно. Правда, конечно, минус игра очевиден. Мы не можем сами физически бросать кубы на добычу. Ну, это плата за возможность носить полноценную настолочку в кармане. На 9 месте я разместил игру Kingdom Builder. Да, возможно, это не самая известная евроигра, но поверьте, в неё очень интересно играть цифры. Причём спокойно можно играть на четверых, на одном устройстве, без скрытых элементов в игре. Их там просто нет. По истории мы должны создать своё королевство, ну а по факту это просто выставление небольших фишек домиков на гексы и попытки выполнить различные цели и квесты, будь то постройка самых длинных непрерывных цепочек или же, к примеру, получение очков за домики возле горта, воды, леса. Всё в игре довольно просто и как играть становится понятно буквально спустя пару ходов. Отсутствие текста на картах делает возможным комфортную игру любому игроку со знанием или без знания английского языка. Но если вдруг непонятные свойства здания всё-таки заставят вас уйдайти в тупик, не переживайте, вы можете скачать правила игры на русском языке в интернете. Восьмое место поседает игра «Знак древних». Это ужас на кубиках по книгам Лавковка, в котором игроки сражаются заодно против древнего зла. По истории игроки выступают в роли исследователей, которые сражаются против потустороннего и каждый ход им необходимо заходить в различные комнаты и пытаться найти, что там находится и уничтожить этого монстра. Всё это происходит с помощью, конечно же, бросков кубов и сбора комбинаций по граням, некой яции. Конечно, тут есть и помощники, дающие дополнительные возможности, артефакты и обычные вещи, приносящие бонусы при бросках, а ещё и различные древние, против которых нужно сражаться по-разному. Но вот жаль, что игра без локализации, ведь, хоть и большинство эффектов понятны по пиктограммам, художественный текст можно читать только на английском языке. Седьмое место и игра «Колонизаторы». Это, конечно, классика, но мне её реально до сих пор ещё очень интересно играть, особенно, когда открыты все допы, потому что там разворачивается целая история о колонизации известного острова Катан. Каждую партию игрок получает особые задания, которые нужно достичь до конца игры, и партия превращается из простой борьбы за очки, хуже тонко настроенную игру. Конечно, удобство игры в «Колонизаторы» неслабо так зависит от размеров экрана, так что владельцы телефонов с приставкой «Ноут» приглядитесь поближе к «Катану». Итак, шестое место, и здесь мы, пожалуй, объединим сразу две игры «Семь чудес» и «Семь чудес дуэль». Да, они похожи названиями, но по факту это две разных игры, и если для соло и для двоих нужно выбирать «Семь чудес дуэль», то для полноценной партии в онлайне на человек пять, шесть или даже семь нужно «Семь чудес». Это просто нечто. Реально мы получаем те же самые ощущения, что и в картоне, только партия длится раза в два быстрее, и в принципе все наглядно и четко, и в любой момент можно спокойно посмотреть на цивилизацию другого игрока. Кстати, я давненько уже не заходил туда, но, по-моему, туда завезли допы, и даже несколько, так что это очень круто. Пятое место занимает игра «Сплендор». Роскошь, и это, пожалуй, одна из, наверное, самых лучших игр для хотсита на одном устройстве. Здесь все очень классно сделано, все элементы всегда на экране и доступны любому игроку. По истории же мы должны создавать свое ювелирное дело, покупая различные карты, собирая различные драгоценные камни. Ну а после купленные карты приносят нам скидку на будущие покупки, как и приближают игроков к выполнению целей в виде привлечения вельмож. Простая игрушка, объяснение правил которой, поверьте, может занять минуты две, силы не больше. И все, можно садиться играть. Сквозь века новая история цивилизации. Пожалуй, самая большая игра в моем топе. Это карточная цивилизация, предлагающая огромные возможности по развитию. Тут и добыча ресурсов, и постройка гражданских зданий, развитие военного дела и захват земель, розыгрыш лидеров, приносящих различные бонусы для цивилизации и даже изменение вида правления, которое добавляет количество действий игрокам. Да, конечно, играть в нее комфортно можно либо в соло, либо онлайн. Слишком уж она объемная для хот-сита. Но в сравнении с картонной версией, где партия длится несколько часов, то здесь она в соло идет около 30 минут. И это огромнейший плюс для любителей таких масштабных стратегий. Но в сравнении с картонной версией, где партия длится около нескольких часов, то здесь она в одного против АИ длится около 30 минут. И это большой плюс для любителей таких масштабных стратегий. Ну и пока мы не перешли в топ-3, думаю, следует упомянуть игры, которые достойны попадания в этот топ, но по каким-то причинам не смогли в нем очутиться. Саграда. Отличная абстрактная игра, в которой игроки с помощью бросаемых разноцветных кубов заполняют планшеты, стараясь выполнять финальные цели. Очень красивая, яркая и быстрая игра с довольно удобным управлением. Тони Рим. Соло-головоломка, в которой игрокам предстоит отправиться во сны и попытаться, избежав кошмаров, открыть несколько дверей, отыскав все ключи. Очень-очень клювая игра, предлагающая каждый раз новый, захватывающий игровой процесс. Рейдерс о ве норссе. Порт настольной игры Викинги, которая не только выглядит аутентично, но и играется так же. Кроме того, удобство в управлении заставляет возвращаться к ней все чаще и чаще, как и увлекательный игровой процесс. В ходе которого игрокам нужно создать свое войско и отправиться на дракарах разорять города на материке. Ну что ж, переходим на третье место. Сегодня я его отдал замком Бургунди. Пожалуй, это самая известная игра Штефана Фельда, в которой игроки развивают свое королевство, выкладывая специальные тайлы на планшете. Но главное, это, конечно же, очки, которые игроки получают за закрытие областей, отправку товаров и финальные цели. Очень разнообразная игра, и в ней так много всего изменяется от партии к партии. Расположение жетонов по ячейкам, как и сами планшеты. Но что касается удобства, сперва меня как-то очень поставило в тупик внешний вид этой игры. Цифры имеется в виду. Очень странно все выглядит, относительно картонной версии, конечно. Но уже спустя пару партий ты не замечаешь ничего, кроме увлекательного игрового процесса. Правда, допов, к сожалению, еще не завезли. Но зато игра играется на русском языке, так что это большой плюс для всех нуждающихся. Твайс Эст Левер. Эта игра, ну, это просто супер. Она одно время занимала меня просто постоянно. В любую возможность, в свободную секунду я открывал ее и начинал играть. Очень сильно затягивает. Просто невероятно. А по сути, это очень простая игра на просчеты удачи. Мы кидаем кубы и размещаем их по специальным секциям, заполнение которых приносит нам победные очки. И, конечно, в каждой секции нужно отвечать каким-то определенным требованиям, правилам начисления очков. В картоне игра рассчитана на несколько игроков, однако в цифре мы играем соло, и ты просто стараешься набрать как можно больше очков. Мне пока больше 261 очка не удавалось достичь и набрать, но все возможно и везде. Кстати, можно даже брать два устройства и играть одновременно друг против друга. Довольно круто выходит. Ну а на первое место я сегодня поставил игру Lords of Waterdeep. Лорды глубоководья. Просто отличное евро на выставление рабочих. Возможно, оно может показаться немного мрачным по внешнему виду. Да, конечно. Но в игровом процессе ничего темного вы не найдете. По факту, это евро на добычу ресурсов в виде воинов, клириков, магов и выполнения целей. За это мы получаем победные очки. Просто сбрасываем и получаем очки. Но меня она покорила реально всем. Всем тем, как она выглядит. И функционалы механики, которые довольно простые, но не лишены разноплановости. И покупая здания для новых действий. И прямое взаимодействие с другими игроками с помощью карт. И как-то даже тема для меня довольно прослеживается, хоть это и евро. В общем, не судите строго, но это мой номер один. Который, кстати, я ни разу не пробовал в Hot Seed. Знаете, я всегда ношу с десяток настолок на своем телефоне. Для моментов, когда я буду ехать в метро, или в маршрутке, или стоять в очереди. Без этого, в принципе, никуда. Ну а весело время провести можно. Конечно, возможно, хотелось бы и другие игры увидеть в этом топе. К примеру, там, Power Grid какую-нибудь или кооперативку, типа агентства время. Но пока их еще никто не перевел в цифры. И возможно, уже этого и не будет. Но знаете, что больше интересно? Какие ваши предпочтения о цифровых играх? И вообще, что бы вы хотели увидеть в цифре? Пишите в комментариях. Будет очень интересно посмотреть и почитать. Ну а на это все. Если вам было интересно послушать мой топ, то не забудьте поставить лайк этому видео. А также подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Любите настолки и играйте в них. Ну а с вами сегодня был Артем и канал Viver Games. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok